Инженера-снабженца считали хорошим папой и мужем, но когда всплыла ужасающая правда, семье Андрея Чикатило пришлось поменять фамилию и покинуть город. Родственники жертв маньяка жили по соседству и жаждали мести. Андрея Чикатило ловили 12 лет, и за это время он совершил как минимум 43 убийства. Последнюю жертву Светлану Коростик преступник прикончил 6 ноября 1990-го, после чего попался на глаза сержанту Игорю Рыбакову на выходе из леса. На грибника мужчина в костюме и галстуке не был похож, так что его имя «милиционер» зафиксировал в рапорте. Через неделю у железнодорожных путей нашли труп Коростик и за Чикатило установили наружное наблюдение. Подозреваемый вел себя странно, бродил по улицам, пытался знакомиться с несовершеннолетними. 20 ноября маньяка арестовали, а при обыске в его доме обнаружили ножи, веревки, молоток и обувь, отпечатки которой совпадали со следами на месте одного из убийств. В этот момент перевернулась жизнь не только самого ростовского потрошителя, которому была уготована казнь, но и судьба его семьи. Что же случилось с женой, сыном и дочкой гражданина Х? 14 февраля исполнилось 30 лет со смерти Чикатило, а мы вспоминаем биографию его родственников. В 1962 сестра Таня познакомила Чикатило со своей подругой Феодосией Одначевой. Через год Андрей женился на возлюбленной, которую ласково звал Фенечкой, в 1965 у них родилась дочка Люда, а в 1969 сын Юрий. Но хотя у пары появилось двое детей, мужчина не был половым гигантом, а к началу 80-х и вовсе прекратил выполнять супружеский долг. Такое положение вполне устраивало Феодосию. Муж не пил, не курил, откладывал деньги на москвич, прислушивался к ней и не давал поводов для ревности. Но неужели у женщины самого известного маньяка СССР не появилось подозрений касательно преступной деятельности Чикатило? Как только учителя русского языка попросили уволиться из школы-интерната Новошахтинска за сексуальные домогательства к ученицам. Жене он сообщил, что уходит из заведения из-за конфликтов с руководством. Когда же Андрей Романович стал снабженцем, то частые отлучки из дома объяснялись разъездным характером его работы. На одежде мужа Феодосия часто замечала грязь и кровь. Чикатило пояснял, что снабженцам приходится работать как грузчиком, а во время транспортировки легко порезаться. Тот факт, что инженер не ночевал дома, списывался на командировки и долгое ожидание товара. Следователь прокуратуры Ростовской области Амурхан Янди вспоминал, когда Феодосии Семеновне впервые сообщили, что ее супруг убивал детей, она не поверила. Женщине пришлось снять розовые очки, когда Чикатило арестовали в Новочеркасске. А после разговора со следователями и психиатром Александром Бухановским, маньяк сознался в страшных преступлениях и даже показал оперативникам, где истязал своих жертв. Городок был небольшим, и семьи убитых жили неподалеку от квартиры Феодосии Семеновны, что представляло определенную опасность. Однажды дверь квартиры кто-то поджег. К катастрофе это не привело, однако сотрудники правоохранительных органов обеспокоились, что то был акт мести семье Чикатило. Тогда следователи рекомендовали жене и детям преступника срочно покинуть город. Феодосии Семеновне пришлось оставить дом и бросить любимую работу в детсаду. Они быстренько поменяли документы, в которых теперь значились по девичьей фамилии Феодосии Семеновны. А после уехали в Харьков, где жила старшая дочь Чикатило. На суде и на приговоре они не были. Там бы их просто растерзали родственники жертв кровавого Романыча, отмечал Яндиев. Чтобы наладить контакт с преступником, следователи устроили ему свидание с женой. На встрече Андрей Романович плакал и кидался в ноги своей фенечки. Ну а женщина вела себя отстраненно. Она была в шоке и уже не понимала, как общаться с человеком, казавшимся ей чужим. Оперативники предупреждали, что нельзя отталкивать от себя Чикатило. И вероятно, это стало единственной причиной, почему Феодосия Семеновна удержалась от пощечины. В семейной жизни она являлась лидером и в пылу бытовой ссоры могла отходить супруга с калкой. С момента ареста мужа Феодосия Семеновна отказывалась от интервью и съемок в телешоу. Лишь однажды она засветилась в передаче НТВ. Постаревшая женщина в очередной раз заявила, что не подозревала о злодеяниях избранника, а если бы узнала, терпеть бы подобное не стало. По словам Яндиева, супруга Чикатило умерла в середине нулевых. В сериале Сарика Андреасяна четко проведена линия между Чикатило и его дочерью Людмилой. Девушка узнает о домогательствах отца к ученикам и с тех пор старается держаться от него подальше. Но так ли все было в реальной жизни? Дочь ростовского потрошителя рано родила сына и уехала в Харьков. По словам Амурхана Яндиева, Чикатило лично рассказывал, как однажды привез к себе внука и ночью домогался мальчика. Ребенок сообщил обо всем матери, так что случился семейный скандал, после которого Людмила зареклась общаться с отцом. Реакция Феодосии Семеновны по поводу данной истории остается неизвестной. Выходит, она или не поверила люди, или знала о поступке мужа, но замяла ситуацию. Мне жаль, что я мою фенечку обидел. Такой ей достался дурак. Она говорила, что мне надо ложиться в психбольницу. Сетовал маньяк в фильме «Мой дивный мир» или Чикатило на фоне. Быть может, о лечении Феодосия Семеновна заговорила как раз в свете семейного скандала. Так или иначе, когда отца посадили, девушка приютила у себя маму и брата. По некоторым данным, Людмила выходила замуж дважды и в начале девяностых родила дочку. С прессой она не общается, не желая быть причастной к истории гражданина Икс. А вот сын Чикатило не особо скрывал свое происхождение, точнее, утаивал его до поры до времени. Начнем с того, что еще до ареста отца Юрий успел ввязаться в криминал. Демобилизовавшись, парень вместе с дружками украл у вьетнамских торговцев, партию наручных часов, за что получил условный срок. Когда папу арестовали, Юрий уехал в Харьков под девичьей фамилией матери, но в середине девяностых вернулся в Ростовскую область на крутой иномарке, снял дом в Чкаловском и занялся рэкетом. Задержали парни те самые оперативники, что ловили Андрея Чикатило. А самое интересное, что свое свидетельство о рождении Юра использовал для устрашения конкурентов. Мол, гены отца могут взять свое, если предприниматели разозлят. Я сидел за вымогательство, кражу государственного имущества, признавался сын Чикатило, в программе «Говорим» и «Показываем» на НТВ, в общей сложности провел в заключении 12 лет и 8 месяцев. Следователь Николай Баштовый отмечал, что за наследником маньяка числились не только дела о кражах. В середине 90-х он не только избил человека, но и сутки держал в квартире 22-летнюю девушку, угрожал ей ножом и насиловал. Личность девочки установили, она написала заявление, но, как говорится, слухами земля полнится. В итоге от своих слов она отказалась, вспоминал Баштовый. Обвинение в изнасиловании Юрий назвал бредом, однако тот факт, что он представлялся конкурентом сыном Чикатило, не опровергал. Немаловажно, что в 90-е мужчина женился и взял фамилию первой супруги, Мирошниченко, под которой и жил в Харькове. А когда у пары родился мальчик, Юра назвал его Андреем. «Мой отец ни в чем не виновен, уверен в этом. Он был очень добрым человеком, не поднимал на меня руку. Мама какое-то время жила на Украине, но она ростовчанка, и я хочу вернуться на родину. Сын мой учится в Юрокадемии на адвоката, не думаю, что он скрывает от знакомых, кто его дед», — заявил Юрий в 2015-м. Следующая возлюбленная познакомилась с Юрием через свою сестру. Даже в этом можно увидеть отголоски истории Феодосии Семеновны и Андрея Романовича. Спустя полгода Мирошниченко признался, что он сын того самого Чикатило, о котором говорят. Наталья рассмеялась, так как поначалу подумала, что это шутка. В итоге женщина решила, что факт родства с маньяком не имеет значения. В этом гражданском браке на свет появилось двое детей. Многие в студии НТВ выразили недовольство, услышав о желании Юрия оставить свое хозяйство с обширным участком и с котом в Харькове и вернуться в Ростовскую область. Украинским СМИ сын Чикатило и вовсе рассказывал о мечте улететь в США, продать там свою биографию и жить припеваючи на полученный гонорар. Но похоже, грезы наследника маньяка по-прежнему далеки от реальности.